Несмотря на жаркую погоду, команды начали встречу в хорошем темпе на приличных скоростях. Но до опасных моментов не доходило ни у тех, ни у других. Команды бы так и ушли на перерыв со скучными нулями на табло, если бы на 45-й минуте игрок Титана не сыграл рукой в своей штрафной площади. Судья незамедлительно указал на точку, Вадим Тимирбаев с 11 метров не промазал и 1-0. Так называемый гол в раздевалку придал полевчанам психологической уверенности перед вторым таймом. Напомним, что в 10 матчах до этого Северский Трубник лишь дважды одержал победу. Еще по 4 раза сыграл ничью и проиграл в активе у полевчан 10 очков. Разница забитых пропущенных мячей 7-19. Положение Титана немногим лучше. У них на 2 очка больше и располагаются в турнирной таблице на строчку выше, чем Северский Трубник. Таким образом, чтобы хоть немного поправить свое турнирное положение, Трубникам нельзя было упускать победу в этом матче. Но учитывая сценарий двух последних домашних игр, когда полевчане пропускали уже в добавленное время и не сумели выиграть, было тревожно за концовку встречи. И на 81-й минуте, подтверждая все опасения болельщиков, Никита Наширванов сравнивает счет. Все шло к пятой ничье Трубника в сезоне. Но на 90-й минуте Егор Мосин прямым ударом со штрафного вырвал для полевчан победу 2-1. Он стандартный. Мы всегда отрабатываем перед игрой вчера. Передыгровая тренировка у нас была посвящена больше таким стандартным положениям. Ну, пенальти нам там как бы тоже помог в первом тайме. Ну, думаю, справедливо. По игре в первом тайме нужно было, я думаю, забивать больше. Ну, за счет характера как раз и победили, видимо. Все-таки есть он у нас. То есть, ну, чуть-чуть сыгрались, видимо, уже и пошли более-менее и результаты, да, то есть от этого идут. Ну, тяжело, скажу, что всем спасибо, ребятам спасибо. То, что сопернику спасибо. При такой погоде очень тяжело играть. То есть, видно было, что уже конец тайма, уже просто было понятно, что кто попадет в ворота, может, тот и забьет. То есть, очень такая тяжелая игра в таких погонных условиях, игра тяжелая. Но, как оказалось, уже после матча все старания полевчан были напрасны, поскольку результат аннулировали и сейроскому трубнику впаяли техническое поражение 0-3 из-за участия в составе полевской команды незаявленного игрока. Роковая ошибка стоила нашей команде не только трех очков, но и заветного четвертого места в турнирной таблице своей подгруппы А. Максим Исаенко, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.